также таинственных и изощрённых преступлений. В 21.00 следим за интригой и убеждаемся, что наша Мария Сергеевна вполне способна затмить даже Шерлока Холмса. Мне очень действительно идут исторические картины. Я бы очень хотела, чтобы зритель увидел тот материал, на котором мы работали. Картинка потрясающая, великолепные костюмы. Представьте, как это трудно. За 20 лет практически мы ходим в форме, в современной одежде, и вдруг нас одевают, и очень сложно было в момент вот этого ряженых, чтобы не было. Этот момент очень трудный. Я надеюсь, что зритель поверит в то, что мы оказали в 19 веке. Ну, всё увидите. Это «Большие вести» со зрителями Москвы и области. Увидимся буквально через несколько секунд. В эфире «Вести нашего региона». Здравствуйте. Смотрите сегодня. Сказка 12 месяцев. То, что она сейчас цветёт, это очень плохо. Природа перепутала сезоны. Когда снег? И будет ли в новогоднюю ночь? Пешком или на троллейбусе? Центр Ставрополя 31 декабря закроют для движения. Дневник культурных впечатлений. Мы всё-таки читающие регион осилим. Мы всегда или в двадцатку входим, или в десятку. Выполнен ли норматив на год? Уже завтра встретим Новый год. Праздничная ночь, судя по прогнозу, будет без снега, зато с цветами. Слишком тёплый декабрь ввёл природу в заблуждение. На деревьях набухли почки, на клумбах распускаются первоцветы. Что с ними будет, если резко ударят морозы? И будут ли вообще эти морозы и снег в ближайшее время? Анастасия Пиндиева о недолгой весне. Клубника с грядки в конце декабря. Бутоны на деревьях и цветы, которые уже встречают весну. К Новому году в Ставрополе распускается морозник. Белые первоцветы хоть названием вписываются в календарные реалии. А вот в ботаническом саду краевого центра расцвёл вереск. Этим бы крохотным бутончиком сидеть в покое до весны. Теперь, когда наступит тепло настоящее, а не обманное, он может не порадовать. Ведь все силы потратил сейчас. А вот фиолетовые цветки аубриету в ботаническом саду вовсе беда. То, что у нас сейчас цветёт, это очень плохо. Это говорит о том, что само растение уже не перешло в состояние покоя. Все растения почему переносят зиму? Потому что они отдают часть воды, и концентрация клеточного сока увеличивается. И поэтому растение противостоит морозам. А сегодня оно находится в состоянии роста. А раз состояние роста, значит, у него зимостойкость очень низкая. И если будут низкие температуры, то растение есть вероятность того, что и погибнет. Кстати, Ставрополье не в первый раз переживает такой тёплый декабрь. Этот год ещё не самый аномальный. Абсолютный температурный максимум был зафиксирован в 2017-м. Тогда в конце декабря было 13,5 градусов тепла. И мы также с грустью ждали снега на Новый год, как и сегодня. Для Ставропольского края это не совсем норма. Температуры были на 2-3 градуса выше среднеклиматических норм в крае. Также отмечался дефицит осадков. Их выпала в среднем третья часть от месячной нормы декабря. И даже до конца года ситуация с погодой существенно не изменится. Новогодняя ночь у нас будет всё-таки без осадков. Температурный фон будет слабо-отрицательный. И погоду немного испортит только западный ветер. Но уже 1 января, если планы у неба не изменятся, нас ждёт дождь, который к вечеру перейдёт в снег. И начало нового года будет снежным и морозным. Так что укрывайте своих весенних торопыжек на участках, иначе они могут погибнуть. Анастасия Пиндеева, Иван Датсунов, Вести, Ставрополь.